Современный русский литературный язык, как и говор, имеет очень важную позицию, которую нужно рассматривать совершенно отдельно. Это позиции безударных гласных в русских словах. Известно, что в русском языке, вообще в русском языке, строго говоря, не только в русском языке, есть так называемые качественные количественные редукции гласных. Что это значит? Если мы с обращаемся к позиции ударного слога, где система может быть пятифонемной, как в литературном языке и части русских говоров, или семифонемная, как во многих русских говорах, где есть отдельные гласные «э» открытые, «э» закрытые, «э» открытые, «о» закрытые. Отвлекаясь от этой системы, очень важно понимать, что эти гласные могут находиться в безударных слогах. Все вы знаете, когда мы обращаемся к школьной практике, мы опять же вынуждены делать одну простую вещь. Если мы носители литературного языка, то наша главная орфографическая проблема в начальной школе, будем честно, не только в начальной школе, это проблема правописания безударных гласных, который посвящен вот такой раздел учебника. А в чем проблема? Дело в том, что в литературном языке существует качественная редукция гласных, то есть гласные, которые мы очень легко различаем под ударением, мы не различаем безударных слогах. Связано это с тем, что у русских гласных есть особенность. В безударных слогах гласные самостоятельные «а», «о», «э», «и», «у» совпадают в одном варианте звучания. Причем гласный «у» может тут стоять чуть в стороне. Он, как правило, не обладает такой вот качественной редукцией, чтобы совпасть со всеми остальными. Но гласные «а», «о», «э», «и» совпадают в одном варианте звучания — в гласном «и». Литературная система произношения безударных слогах после мягких согласных называется «иканье». И Дмитрий Николаевич Ушаков, известный лингвист, автор словаря современного русского языка, обладал старым московским произношением, которое было екающее. И он в свое младшее поколение учеников Аванесова и Сидорова дразнил за их новое московское екающее произношение «петухи». То есть он произносил там «петух», а они уже произносили «петух». То есть другая норма произношения получилась в каком-то вот ограниченном интервале времени, так что люди это стали замечать. В русских говорах ситуация точно такая же. Смотрите, что мы имеем в литературном языке. Гласный «а» в слове, например, там «плясать», как мы узнаем по школьной практике, «пляшет». Ставим под ударение, или иначе говоря, в сильную позицию. Какой-нибудь там гласный «о» в слове «нес», «несу», то есть «плясать», «несу», «леса». Попробуйте угадать, что я имею в виду в слове «леса». То ли животные леса, то ли леса горят. Это целая проблема. Вот редукция как раз она тут и вкрадывается, она показывает нам вот эту вот ситуацию, непростая с неразвлечением слова «леса» и «леса», что редукция очень сильно влияет на смысловой компонент, и вне контекста просто невозможно понять. Это только одна из возможных систем редукции. Русское литературное произношение, оно очень-очень-очень простое для лингвистов, классифицирующих вот эти вот нормы, потому что есть гораздо более сложные системы, известные и северным, и южным говором. Значит, для среднерусских и северных говоров известна еще отдельная система, которая называется еканье. Это вот то, что было у Дмитрия Николаевича Ушакова, когда произносили там «плесать», «веду», «несу» — это старомосковская норма произношения. Но в северных говорах есть потрясающая вещь, которая называется «развлечение гласных». И в северных говорах в первом предударном слоге после мягких согласных, равно как и в других слогах, но первый предударный очень диагностический, такой красивый для лингвистов слог, все гласные различаются. Там скажут «плясать», «веду» и «какую-нибудь там невеста». То есть «а», «э», «о» и будет там «в лесу» и «лиса». Видите, различаются. Наши литературные проблемы исчезают, там они различаются. Вот эта система, которая связана с системой «оконя» после твердых согласных, об этом отдельный разговор и, наверное, чуть-чуть в другое время. Но вот сейчас характеризую позицию после мягких согласных, вот я вам должен представить такую картину. Северно-русские говоры не испытывают качественной редукции в значительной степени, которая есть в литературном языке. Но это не единственная система. Смотрите, «иканье», «еканя» старомосковской части северных говоров, развлечения гласных. Эта система развлечений может сворачиваться. Ну, например, в северных говорах появляется система, в которой гласный «а», как самостоятельный в первом предударном слоге, перестает выделяться. То есть произносит уже не «плясать», а «плясать», «веду», там «ну несу». Различаются говоры вот по такой степени редукции. А если мы опускаемся с северного наречия южнее на полосу среднерусских говоров, вы обнаружите там еще систему. Вот видите, вместо «литературная система» в ряду других, оно такое очень скромное, простая система. В среднерусских говорах распространено так называемое «умеренное яконье». Выглядит оно следующим образом. Гласный «а» в первом предударном слоге произносится только тогда, когда он находится перед твердым согласным, а когда он между мягкими в первом предударном произносится гласный «и». Например, мы скажем «плясать», «плясать», но «пляшу». В истории языка был мягкий, поэтому говор на него реагирует. Наверное, это не самый лучший пример, но он такой показательный, диагностический. Какой-нибудь там «биолог», «биолог» будет, но «белеть». Как только он между мягкими согласными, он звучит как «и». Есть система абсолютно синонимичная такая, вот «брат-болезнец» — это «умеренное яконье». Будут произносить не «биолог», «белеть», а «биолог», «белеть», «биолог», «белеть», то есть «э-и» голосное. Опускаясь еще южнее, в рязанскую группу говоров, мы с вами обнаружим, что там распространена очень сложная система, которая называется ассимилитивно-диссимилитивное яконье. Вот в рамках нашего сегодняшнего разговора я бы не стал характеризовать ее отдельно, потому что это займет очень большое время, но смысл ее в том, что в этой системе предударный гласный реагирует не только на качество соседних согласных, твердый или мягкий, но еще на то, какой гласный находится под ударением. Это одна из разновидностей системы, которая называется диссимилитивное аконье. Диссимилитивное аконье вы можете обнаружить, например, в Липецкой области, в Воронежской области, в Белгородской области. Система диссимилитивного яконья выглядит следующим образом. Значит, в словах, когда под ударением находится гласный а, в первом предударном слоге не может быть а. В этом принцип диссимиляции или, по-русски говоря, расподобления. То есть, смотрите, будет произноситься водой, в воде, воды, но как только под ударением оказывается а, произносит в ида. В ида, но в воде. Такой И-образный звук. В ида. Вот это принцип диссимилитивного аконья. Это один из самых простых типов диссимилитивного аконья, который известен. Диссимилитивное аконье может быть нескольких типов. И один из типов диссимилитивного аконья, который называется архаический, он зависит от того, какой гласный находится под ударением. Ядь или не ядь. О закрытое или о открытое. И в этом случае гласный реагирует по-разному. Ну, например, какой-нибудь случай в воде, в воде, в воде, был ядь под ударением, будет произноситься в воде. Но какой-нибудь там селедка, где О позднего происхождения, уже будет произнесен гласный типа И. То есть вот Э разного происхождения, а в слове селедка, ну, понятно, что это слово позднее, заимствованное, образованное по русской модели, оно будет реагировать на вот этот вот суффикс селедка, где был не Э, который перешел потом в О. Это такая вот очень непростая система. После мягкого перед твердым согласным гласное Э в русских говорах перешел в О. Вот это вот система диссимилитивного акония, якония и акония, которая известна в русских говорах. Здесь очень важно, наверное, сказать, и я могу тут сбиться даже, что системы после твердых, после мягких согласных, то есть диссимилитивные акония и диссимилитивные якония, они во многом симметричны, они могут соотноситься. Это не обязательно так, но они могут иметь общее устройство, то есть диссимилитивные якония в говорах с диссимилитивным аконем. Но все это, так или иначе, это вотчина южного наречия русского языка, в котором эти черты распространены. И вот такая система непростая, в которой литературный язык находится где-то в области простейших лингвистических задач, очень важная для понимания вот этой сути лингвистического многообразия, которое существует в русском языке. А вообще надо сказать, что такая система многовариантная, крайне сложная, она в общем известна, пожалуй, что и славянских языков только русскому. Такая супермноговариантная система, в которой можно отметить, но около 20 типов предударного вокализма, она свойственна именно русским говорам. И что самое интересное, мы сейчас, выезжая в экспедиции, фиксируем ее. Диалектологические экспедиции, которые проводятся в этом веке диалектологами, показывают, что те диалектные черты, которые были известны 50 лет назад, сохраняются и сейчас. И привезенные материалы из экспедиции обрабатываются диалектологами и тоже выявляют все эти закономерности, причем очень важно. Диалектологические материалы, которые мы можем получить из данных конца прошлого века, начало 20 века на конца 19 века, очень-очень согласуются с тем, что есть и сейчас. И вот эта вот необычайная устойчивость диалектных черт, она по большому счету изумляет лингвистов. Ведь мы привыкли считать, что в языке сменяются поколения, и конкурирующие варианты исчезают, устраняясь как архаичные, ненужные. В 90-х годах 19 века выдающийся русский лингвист Алексей Александрович Шахматов написал письмо другому крупному лингвисту, в котором написал такие слова. «Именно сейчас я понимаю, что я должен ездить по русским деревням, чтобы записывать язык русского крестьянства, который очень быстро исчезает». Прошло 120 лет. Мы до сих пор записываем те же самые материалы в очень хорошей сохранности. И архив фонотека академический, и архив, который сейчас собирается в Российском государственном гуманитарном университете, показывают ровно то же самое. Материалы сохраняются, материалы можно использовать и сейчас, и как данные для исторической науки это совершенно незаменимая вещь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова